Приморский край Пляжей достаточно хорошо, что делает ее пригодной для купания, особенно в жаркие дни, на которые в августе приморское лето очень щедро. Пляжей в крае много, правда, для того, чтобы попасть на некоторые из них, потребуется внедорожник или катер. О девяти из них даже рассказал Forbes. Журнал составил список самых красивых пляжей Приморья. В него вошли девять популярных мест для отдыха – Ливадия, Бухта Триозерья, Ежовая, Петрова, Остафьева, Лазурная, а также Стеклянный пляж и Коса Назимова. Мы расскажем о некоторых из них. Легендарная бухта Стеклянный находится всего в 25 минутах езды от Владивостока. Своей необычной красотой она известна далеко за пределами Приморского края. Вместо привычных песка и гравия берег усыпан кусочками цветного стекла, который тщательно отполированы морской водой. История пляжа не очень романтична. Сюда сбрасывал отходы завод по производству стеклянных и фарфоровых изделий. Предприятие закрылось, а бывшая свалка превратилась в одно из самых фотогеничных мест региона. Посмотреть на чудо природы и человеческой беспечности приезжают даже иностранные туристы. Они-то как раз больше всего угрожают пляжу, забирая памятные стекляшки с собой. В качестве места, где можно позагорать и искупаться, пляж используется попутно. Толпы туристов в летний день не дают полноценной возможности для отдыха. Тем не менее, здесь имеется раздевалка, душ и туалет. Воду и перекус можно приобрести в кафе. Поиграть на волейбольной площадке. Приехавшие на автомобиле гости размещаются на стоянке, занимающей часть берега. Въезд платный – 150 рублей. Посетить это место стоит однозначно, ведь скоро оно может потерять свою уникальность. Группа ученых Дальневосточного федерального университета установила, что бухта может исчезнуть примерно через 20 лет. Всего через одно поколение. Бухта Пограничная расположена на острове Попова, поэтому добраться сюда можно исключительно по воде. Остров расположен к юго-западу от острова Русский, через пролив Старка. Всего на острове несколько бухт, но самая красивая из них – бухта Пограничная, которая прозвана местными жителями французским пляжем. Белый песок, голубое небо, теплое лазурное море и замечательные морские пейзажи – все это вы встретите здесь. Еще одним плюсом в пользу бухты Пограничная станут морепродукты. Здешние места богаты гребешком, камбалой, трепангом и мидиями. Остров обитаем, поэтому проблем с инфраструктурой не будет. Здесь есть базы отдыха, магазины, киоски и даже бары. А совсем недалеко находится поселок Попова. Воспетый Ильей Лобутенко Шамара – пожалуй, самый известный пляж Приморского края. С китайского звучит как песчаная пустыня – просторный пологий берег из золотистого песка. Известна она и под именем Лазурная, поскольку лежит в одноименной бухте в 30 километрах от города со стороны Уссурийского залива. Близость к Владивостоку и относительно налаженная, хоть и пестрая, как лоскутный одеял инфраструктура, делают этот пляж одним из самых популярных. Но места даже в высокий сезон хватит всем – Шамара тянется на целых 3 километра. В центральной части слева сконцентрировано максимальное количество кафе, беседок и баз отдыха, в которых можно устроить полноценный отпуск. К тому же скучать здесь не получится, доступны самые разные активности. По воде – от катания на лодочке до кайтсерфинга, под водой – это дайвинг, а по воздуху – полеты на парапланах. Добираются на Шамару личным авто и автобусом. Пляж в Ливаде пользуется большой популярностью не только у местных жителей, но и у туристов. Все дело в его транспортной наступности. Сюда ведет асфальтированная дорога, поэтому добраться можно без особых проблем, даже на общественном транспорте из Владивостока. Кроме того, вода здесь чистая и прозрачная, а сам пляж песчаный и довольно просторный. Еще одна особенность – расположение между морем и озером. Если соленая вода покажется слишком освежающей, всегда можно переместиться в более теплый пресный водоем. С инфраструктурой в Ливаде тоже все в порядке. Здесь есть и базы отдыха, и кафе, и развлечения. Например, можно полетать на гидросамолете или заняться водными видами спорта. Пляж Волчинце – это широкая песчаная полоса на Японском море. Располагается в бухте Восток, в одноименном заливе Японского моря. По соседству также есть и другие бухты – Литовка, Средняя, Гайдамак. Находится он недалеко от шоссе и одноименного поселка. В летний сезон – это одно из самых популярных мест для семейного отдыха в Приморском крае. Берег усыпан мелким желтым песком без камней. Чуть дальше от него начинает расти невысокая трава. Вход пологий, без резкой глубины. Вода чистая, но непрозрачная. Из-за нахождения в компактной бухте она хорошо прогревается, поэтому на пляже нет отбоя от желающих искупаться в теплой воде. Периодически прибивают водоросли, но их убирают. Одна часть пространства отдана под палаточный лагерь, а на второй принимают гостей санатории. Поэтому у туристов есть выбор – бесплатный дикий отдых или платный с полной инфраструктурой. Санкт-Петербург Если бы три озера не существовало, его стоило бы придумать. Настолько сказочно выглядит это место. Название бухты возникло не случайно. Практически на берегу расположены три небольших озера, окруженные зелеными сопками. Вода в бухте настолько прозрачная, что можно разглядеть дно, а песок на пляже мелкий и золотистый. Проехать сюда на легковом автомобиле будет проблематично. Лучшее средство передвижения в этих краях – проходимый внедорожник. Визитная карточка «Триозерья» – остров Скала Крейсер, который напоминает массивный корабль под парусами. В трех километрах от «Триозерья» находится еще одна красивая бухта с песчаными пляжами – Окуневая. Ее любители дикой природы тоже оценят по достоинству. «Триозерья» – остров Скала Крейсер Можно смело сказать, что побережье бухты Окуневая – идеальное место для любителей подводного плавания. Прозрачность воды и чистое дно позволяют получить незабываемые впечатления. Отдыхающие едут сюда для того, чтобы насладиться дикой природой и кристально чистым морем у побережья поселка Врангель. В начале прошлого века здесь располагалось китайское поселение заключенных. Стояли бараки, кузница, пилорама и причал. Заключенные занимались засолкой рыбы, делали ящики, бочки, вываривали йод из морской капусты, также добывали рыбий жир. Лишь остатки цементных чинов напоминают арабадской деятельности. Теперь здесь живописное место для пляжного отдыха. Отправляясь на Окуневу, имейте в виду, что бесплатных парковок нет. Дорога упирается в базу отдыха. Так что если вы планируете бесплатный отдых с палатками, то это место точно не подойдет. Зато бухта идеально подходит для отдыха с детьми. На территории баз есть все – детские площадки, бассейн, спортивный зал на свежем воздухе, баня, дайвинг, прогулки на катере и многое другое. Найдутся даже кафе и магазины. Живописная бухта Оставьево находится на полуострове Гамова в Хасанском районе. Это один из лучших пляжей на юге Приморья. Море здесь нередко бывает спокойным и быстро прогревается. Бухта находится на территории Дальневосточного морского заповедника, поэтому к пляжу нельзя подъезжать на машинах. Здесь также запрещено ставить палатки и разводить костры. Рядом есть новый глэмпинг с минимальным набором удобств, но потрясающим видом. А в соседней Андреевке много бас-отдыха. Бухта Телековского – это синеголубая живописная бухта с прозрачной водой, большими скалами и красивейшими могильными соснами, которые занесены в Красную книгу. Несмотря на печальное название деревьев, существует поверье, что если обнять эту сосну, то все грустные мысли уйдут. В самой бухте есть небольшой остров, который называется «Томящееся сердце». Кажется, что такое название появилось от какой-то древней легенды, но это не так. Просто в острове есть углубление с водой и большим валуном, похожим на сердце. Когда в бухте поднимаются волны, валун ударяется о стенки природной ванны, в которой лежит, и этот звук напоминает стук сердца. Добраться сюда не очень просто, но знающие люди говорят, что это того стоит. Узкая песчаная коса Назимова в Хасанском районе уходит в море на 5 километров. Местные жители и туристы приезжают сюда не только загорать и купаться, но и рыбачить. На косе достаточно база отдыха, поэтому найти ночлег не составит труда. А вот с продуктовыми магазинами в этих местах сложнее. Запас провизии лучше брать с собой. Недалеко от косы Назимова находится еще одно чудо края – пляж трех границ. Здесь сходятся территории нескольких государств – России, Китая и Северной Кореи. Для тех, кто хочет отдохнуть с комфортом и не гонится за большими волнами, стоит выбрать базу отдыха. А вот если вы любите дикую природу, то вам к открытому морю. Правда, по бездорожью. 20-километровый песчаный пляж, берущий свое начало от самой границы с КНДР и заканчивающийся кордоном морского заповедника на мысе островов Фальшивый – то, что однозначно стоит увидеть. Добираться лучше на внедорожниках, иначе рискуете застрять. Удивительная природа, чистейшая вода и атмосфера спокойствия – вот то, что ждет серпеливых путешественников, которые смогут осилить подъезд к пляжу. Отдыхающие очень любят здесь фотографироваться на выброшенных северокорейских шхунах. Из-за удаленности и качества проезда к пляжу пока что он остается диким, но некоторых жителей не пугают трудности. Бухту Петрова многие жители Приморья считают одной из самых красивых мест во всем крае. Она находится в охраняемой зоне Лазовского заповедника, поэтому, чтобы попасть сюда, нужно заранее заказать пропуск у администрации. Остановиться можно на территории кемпинга с летним душем и возможностью подзарядки телефонов. Несмотря на свою удаленность, связь в этом районе есть. Кроме того, есть возможность арендовать коттедж. Делать это желательно минимум за 2-3 недели, иначе мест не окажется. Запоминающейся станет экскурсия на остров Петрова, который напоминает огромного кита. Он привлекает туристов не только разнообразной флорой и фауной, но и таинственной атмосферой. С этим местом связаны множество историй. Существует легенда, что знаменитую тисовую рощу на острове 1200 лет назад высадили племена Илоу, первых жителей Приморья. Бухта Тасовая Тасовая расположилась в Приморском крае, неподалеку от поселка Преображение. Известно и другое название достопримечательности – Тусовая. Так ее нарекли местные жители. Они, кстати, являются постоянными посетителями широкого пляжа, ведь не каждый турист знает об этом удивительном месте. Бухта примечательна в любое время года, но морская вода неизменно чиста и холодна даже жарким летом. Место сложно назвать курортным, но это не лишает его очарования. Только представьте, как хорошо тут проводить закат или встретить рассвет. Пешая прогулка в солнечный день тоже станет отличным вариантом организации досуга. С вершин скала, поясывающих берег, открывается панорама, которую сложно не запечатлеть на фото. Бескрайний океан, заросли богульника и тишина – то, что ожидает путешественников. Кроме того, окрестности славятся разнообразием обитателей. Увидеть оленя не чудо, а змею – обыденность. Чтобы добраться до пункта назначения, не придется прилагать особых усилий. Доехать можно на личном автомобиле, следуя указаниям навигатора. Путешествие на общественном транспорте тоже не исключено. В этом случае придется идти пешком от ближайшего поселка. Ежовая – наш ответ пляжам Таиланда. Белый песок, бирюзовая прозрачная вода, нагромождение живописной глыб песчаника и свисающие по склонам искривленные стволы дубов. Все это так напоминает затерянный тропический остров. Визитная карточка бухты Ежовая – Кекур Самурай, возвышающаяся в ее южной части. Цивилизация до Ежовой бухты пока фактически не добралась, благодаря чему здесь сохранилась большая популяция морских ежей. Купаться придется с большой осторожностью и в специальной обуви. Зато красота природы и бирюзовый цвет воды в этой бухте поражают. Отдыхающих обычно немного, подъездная дорога по силам не каждому автомобилю. Восхитительное живописное побережье Японского моря – это богатый подводный мир рифов, уединенные острова и золотистые песчаные пляжи. Это только малая часть того, что таит в себе Приморье. Есть еще огромное количество удивительных мест. Какие-то из них доступны, а до каких-то придется постараться добраться. Не важно, любите ли вы отдыхать с комфортом или покорять дикие места, в крае найдутся бухты и пляжи на любой вкус.